Волонтёры всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. Своими добрыми делами добровольцы показывают, как важно быть сплочёнными и сколько всего можно сделать, если объединиться. Близко к сердцу принимают они насущные проблемы земляков и стараются им помочь. Об этом и многом другом шла речь на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Добровольца. Практически в каждой сфере жизни, в культуре, экологии, спорте, в оказании помощи инвалидам и пожилым людям, в Краснодарском крае, активно действуют волонтёры. Кубанские волонтёры, а в их числе и славянские, на самом хорошем счету, в настоящее время очень востребованы справедливость и внимание. Внимание необходимо и со стороны властей, и со стороны людей друг к другу. И добровольчество дорого своим вниманием к людям, которые в нём нуждаются. Представители волонтёрского движения из пяти муниципальных образований Кубани, города Анапы, Крымского, Абинского, Темрюкского и Славянского районов собрались в нашем городе, чтобы в непринуждённой обстановке поговорить о важности волонтёрства и отметить лучших. Открыл мероприятие депутат Государственной Думы России Иван Демченко, который сердечно приветствовал всех собравшихся, отметив важную роль волонтёров. Это духовные лидеры нашего общества. Именно так нужно это проповедовать сегодня. Они идут, и сегодня этого зала мало. И вам низкий поклон, и огромное спасибо за вашу работу. Сегодня мы хотим отметить наиболее активных просто ребят и взрослых моих помощников в силах благодарственным письмам. И вот сегодня, вы знаете, президент провёл встречу с волонтёрами, Ленин Иванович Кондратьев провёл встречу с волонтёрами. Как я могу, ваш депутат, с вами провести встречу и не отблагодарить вас также за проделанную работу? Поэтому я присоединяюсь сегодня к Ленину Ивановичу Кондратьеву, присоединяюсь к нашему президенту. И от всего сердца хочу вас поздравить и с наступающим моим годом, и с праздником. Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что в муниципалитете действуют 44 волонтёрских отряда, а это свыше 3300 добровольцев, готовых прийти на помощь людям. Я хотел бы сказать молодым ребятам, которые бескорыстно выполняют свою работу и, возможно, сегодня ещё не трудоустроены, они должны понимать, что добро, оно всегда будет замечено. Учиться нужно всю жизнь, нужно обмениваться опытом. Я думаю, что сегодняшняя встреча ребят, девушек, волонтёров разных районов даст возможность пообщаться, познакомиться, поделиться опытом. И уверен, что эта работа будет продолжаться дальше и будет, возможно, выстроена ещё лучше. Затем состоялось награждение приглашённых волонтёров, которые наиболее ярко проявили себя в самых разных сферах. В последнее время большое значение приобретает направление работы по сбору помощи для участников спецоперации. В нашей команде, кто прям помогает, девочки, простые люди, неравнодушные девчонки. А именно помощь оказывают граждане, просто город, просто люди. Да, делаем дело, отправляем именные посылки, отправляем просто помощь. Вот сейчас очень сильно готовимся, собираем. Также ребятам отправим обязательно новогодние подарки. Со своим словом о волонтёрах выступили все приглашённые руководители муниципальных образований. В Крымском районе с особой теплотой вспоминают всё, что сделали волонтёры, а сделали они немало именно тогда, когда было трудно. По-доброму и по-настоящему волонтёров ключами узнали в 2012 году, когда пришла страшная трагедия на нашем территории. И одни из первых, одни из первых, откликнулись на помощь, это волонтёры. Вы такие же трагеды. Не просто со всего края, но со всей нашей страны. И они подарили городу фактически вторую жизнь. Это у нас второе рождение. Спасибо вам огромное за это. Мы должны получать участие во всех проблемных ситуациях. Это чрезвычайная ситуация. Сказал ранее Иван Иванович, он был забылиженцем. И вы были одни из первых. Каждый из приглашённых на это мероприятие был награждён благодарственным письмом депутата Государственной Думы России Ивана Демченко. Затем в зале заработал свободный микрофон. К нему выходили те, кто желал сказать что-то важное для всех в том числе о патриотической работе. Не так давно, в начале ноября месяца, благодаря гранту губернатора, наши учащиеся посетили город Георгий Ломоград, где увидели по очереди ломать курган. Мы занимаемся деятельностью по великолепной памяти героев, поисковой работой. И в этой связи, в свете последней ситуации в Украине, стараемся работать именно по помощи нашим бойцам. Председатель Совета ветеранов Темрюкского района поблагодарила Ивана Демченко за неравнодушие к нуждам ветеранов и вручила ему благодарственное письмо и памятный подарок. И тот, кто тревог не боится, кто сердцем дорогу нашел, кто смело к победе стрелится. Вот такие волонтеры сегодня сидят в этом зале. 24 ноября наш Совет отметил 35 лет. И в связи с тем, Иван Иванович, что вы были на заседании Госдумы, не смогли у нас присутствовать. Мы сегодня вручаем вам от наших ветеранов письмо благодарственное, потому что вы сделали так много для Совета ветеранов. Много добрых, искренних слов было сказано в этот день в адрес тех, кто готов протянуть руку помощи нуждающимся и поддержать людей словом и делом. Доброта и участие и дальше все больше будут востребованы и нужны обществу. Это подчеркнул, подводя итоги мероприятия, депутат Государственной Думы России Иван Демченко. Ни в одной стране нет такого сообщества людей, общих духом, обобщенных общей идеей. Эта идея, в первую очередь, это любовь к нашей Родине. Но нас сегодня объединяет духовность, наш русский дух, наш патриотизм. И вот сегодня, кто сидит в этом зале, это же не просто собравшиеся люди. Понимаете, это люди неравнодушные, которые не спрашивают, о чем ли за это будет. Общую линию свою, понимание процессов, которые происходят в нашем обществе, мы можем передавать через вас, через добровольцев, которые должны нести свет в нашу жизнь, свет в нашу бытность, воспитание наших детей, и своих в том числе. Будьте примером, пожалуйста. Да, работать не на показ, а на результат, это очень важно. Люди благодарны волонтерам за содействие, и эта благодарность дает ребятам новые силы. Нам это очень нравится, особенно мне, мы помогаем людям, получаем эмоции от них, мне нравится, что им приятно, и очень рады, что оказываем помощь кому-либо нуждающимся. Нам было приятно пообщаться с другими волонтерами из других районов, узнать много о них, узнать много о нас, они узнали, и огромное спасибо этому мероприятию. Волонтерство – это благородное желание делать добро всем, кто нас окружает. Кубанские и славянские добровольцы это хорошо знают и готовы продолжить свою незаменимую работу. Все у них получится, ведь волонтеры занимаются добрыми делами по зову своего сердца. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Кубанские и славянские 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 и сл